Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкие Матери, и сегодня давайте приготовим мой самый любимый морковный пирог. Это мой оригинальный рецепт. Пирог получается очень сочным, очень нежным, вкусным. Я давно разрабатывал эту рецептуру, и надеюсь вам понравится. И для его приготовления нам понадобятся самые простые продукты. И вначале в миску для взбивания мы добавляем сахар, вбиваем туда яйца. И как только яйца добавили, всё тщательно взбиваем миксером на высоких оборотах. Видите, пена становится уже такая белая. Вот такая вот светлая яичная пена должна быть. В другой чашке мы пробиваем блендером морковку. Кстати, многие делают на тёрке, протирают морковку, но я же делаю блендером, потому что на блендере морковка не ощущается на пироге. Затем добавляем растительное масло, и всё перемешиваем лопаточкой. И затем вливаем яичную смесь. Всё перемешиваем лопаточкой, после того как влили. Долго перемешивать не нужно, слегка перемешали. Добавили муку, затем добавили разрыхлитель. И всё так же недолго перемешали. Ну вот мы перемешали, затем добавляем специи, имбирь, ванилин, мускатный орех, корица и кардамон. Затем добавили цедру. И всё перемешали недолго миксером. Просто перемешали до однородного состояния. Затем добавляем орешки грецкие. Изюм. Как только все ингредиенты мы добавили, всё перемешиваем осторожно лопаточкой сверху вниз. Затем готовим форму 23 см, застеленную пергаментной бумагой. Вливаем туда тесто. И убираем в духовку, разогретую до 170 градусов, примерно на 50 минут. Готовность теста обязательно проверяем деревянной шпажкой, потому что ваша духовка может отличаться. Ну вот друзья, вот такой у нас интересный кекс получился. Это, кстати, кекс уже после холодильника. Обязательно после холодильника только наносите глазурь на него. Кстати, кому интересно, как я приготовил эту глазурь, можете сейчас пройти по ссылочке и посмотреть рецепт. Кстати, насчёт этой глазури. Это очень хорошая глазурь. Она, видите, когда вот так застывает, она такая и остаётся. Она не трескается, не ломается. И эту глазурь, кстати, можно также использовать и на куличи. Потому что очень часто куличи я заметил с какой-то сахарной глазурью, которая трескается, готовит. Вот, прорезаем наш кекс, смотрим, что в итоге получилось. Вот такая вот красота. Спасибо всем, мои дорогие, за вашу подписку, за ваши лайки. Это самая лучшая поддержка канала. И до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!